Покупая электромобиль в компании Автоинтерпрайс, ты получаешь 50% скидки на услуги заряда электромобиля пожизненно. Добрый день, Дорожная полиция, Сержант Кок. Добавляйте, пожалуйста, поза меджемы на селонном пункте, как из видов включается? Чтоб видно было. Не, 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 там четко в пункте правил написано. Да? Ну, что будем делать? Ближний включается, не чтоб видно было, некрасивый, ближний свет. Поэтому водительская, регистрационный. И что? Для чего? Составим постановление. Дом участия, Дорогович. Не видимо, просто водительская. Несите восстановление, будем составлять. Я поулыбаюсь вас. Смотрите, у нас есть фактические данные того, что вы двигались, начали движение, чтобы быть конкретнее, вне населенного пункта. При этом у вас не были включены пары ближнего света. Также у вас не были включены дневные ходовые огни, которые предусмотрены конструкция и автомобиля. А вы инженер? Что? Вы инженер? Я не инженер. Я устанавливал ходовые огни на сервисном СТО. У вас есть сертификат? А на это выдаётся сертификат? Конечно. У вас должно быть тогда в техпаспорте помидка должна быть. Это изменение? Нет, подождите секундочку. В каких случаях относятся изменения в свидетельство о регистрации? По поводу переоборудования. У вас установлен дополнительный, если вы посмотрите, у нас как, который предусмотрены конструкции транспортного средства, сертифицированного устанавливали СТО. Не на сертифицированного. Разницы нет. Разницы нет. С чего вы взяли что-нибудь? Ну, какого-то затёртого. Какого-то. Ну, я вам просто объясню. Дневные ходовые огни непосредственно, это просто даже обычный фактор, это можно посмотреть просто даже на YouTube, в интернете, где угодно. С каких годов начали ставить дневные ходовые огни? Вы меня ознакомите с этим? Нет, к сожалению, я не обязан. Если на камеру это не заснято... У вас есть фактические данные этого? Кого? Того, что кто-то что-то сделал противоправно. А, то есть можно вопросом? По-человечески, да? Да не надо по-человечески, мы же на улице. Я вам сейчас стреляю в ногу и скажу, если у тебя нет видео, то ты мне ничего не сделаешь. Вы угрожаете? Я не угрожаю, я вот привожу пример по вашей логике. Вы мне сейчас угрожаете? Я ещё раз говорю, нет, я вам привожу пример. Да не надо мне такие примеры. Вы с оружием находитесь. Откуда я знаю, какие у вас ещё дальнейшие примеры появятся? Да если что, я предупрежу, вы не переживайте. Да судя по тому, что вы тут рассказываете, то предупреждать вы будете потом. Ну, возможно. Смотрите, если вы сейчас отказываетесь подиваете... Тогда будет что дополнительно... Ознакомьте меня, пожалуйста, сейчас, со всеми материалами дела. Транспортное средство будет заблокировано. Замечательно. Будет составлен акт задержания транспорта. Замечательно. А что случилось у вас? Та, прицеп не застрахован. Я не знал, что нужно его страховать. А как вы, вы что-то нарушили? Ничего не нарушили. А причина остановки какая была? Просто остановили. В смысле? Нет, просто. А какая у вас причина остановки, вы человек остановили? Всего доброго, что слева хочется. Что значит всего доброго? Ничего не доброго. Треться, дайте ревну заблупил. Так, вы знаете, что вы не имеете права проверять страховку? Товарищ водитель. Что значит товарищ водитель? Не, не, не. Не, не, так у меня вопрос. Что вы сейчас знаете? Здравствуйте. Какая причина остановки была? Я общаюсь с водителем. Давайте по одному человеку. Я хочу с вами пообщаться. Уйдите с проезжей части, пожалуйста. То есть это у вас хит уйти с проезжей части, да? Вы обязаны это сделать. Я понял. Хорошо. Напишите на меня еще. Я сказал, что все платят в полицию. На всех платные? На всех платные? А вы не хотите создать? Ничего не рушен. Я не поезжаю, что мы полиция в фарбоскопе. И будем казаться, ну, уже там 200 гривен. Тут 420 гривен зашел. Что я нарушил? Что я нарушил? Я не работал ближний свет фарб. Я что именно, не работает. Я вам покажу что работает. Нет, вы с выключенным светом фарб. А у вас есть фактычные данные? Какие фактычные данные? В смысле какие фактичные данные? Фактичные данные, которые фактичные данные. Габариты работают. Водителю полностью соблюдение все процедуры. Какие процедуры? Необходимо. Что вас интересует конкретно? Увидите, пожалуйста. Вас интересует, почему вы остановили автомобиль? Какая причина остановки? И на каком основе? Так вы составили засвет или вы составили за страховку? Я проинформирован обо всем. что я для вас лично должен так я хочу чтобы вы мне пояснили как гражданин знаки стоп зачем вы опять поставили или это опять не вы поставили знаки стоп остановили деда застраховочку обелечивают если вы не знаете документы кстати показать вы не знаете если в зоне видимости нет пешеходного перехода человек может я закончу переходить при этом она выбирает на на короткую траекторию по у нас есть дефо можно выносить им постановление без документов про другое сейчас говорим а ему про это говорим что вы перестакаете вот так раз так что перестакуете но мы с этим закончили я говорю если человека а кто про праве я попросил вас покинуть прожить на киручий путь перешли и все я говорю человек подошел ко мне говорит что неправомерно выступы вынесли постановление у него есть дефо а вы не смотря на этом вынесли вам постановление за свет что за постановление за свет насчет этого не смогу поддержать ваша дискуссия вы можете нам подсказать как так получилось по постановлению на человека я непосредственно вот и слух приедем Вы что, не понимаете, что вы доведете до этого? В чем бред? В прямом, в чем бред? В прямом. Вы не нашли, что кошмарит человека, а человек едет с ходовыми огнями. Что такое кошмарит? Кошмарит, не знаете слова этого? Кошмарит людей. Я не использую такого. Люди сюда вызывают сок, как с добрым утром. Постоянно сок сюда приезжает. Пускай выживают. Что значит пускать? Наверное, надо пересмотреть работу этого поста, раз сюда сок приезжает, как на работу. Дайте организацию, пересмотреть. Вам проще вас спалить, чем в организацию создавать. Вы угрожаете? Нет, я вам говорю, что проще людям вас спалить. Вы угрожаете? Я говорю, я попробую. Будет ответная реакция. Слушайте, да вы не доводите. Какая от вас ответная реакция? Какая от вас ответная реакция? Попробуйте спалить по словам. Какая от вас ответная реакция? Единственная ответная реакция, это вам уволить из всей дома, не работать в полиции. Попробуйте спалить по словам. Я не работаю, я несу службу. Вы так службу несете? Тогда давайте я вам напомню. Для чего несется служба? Для чего? Для чего ваша служба нужна? Это человек, я просто юридическая помощь. Вот, один самый главный какой? Самый главный? Да, какой самый главный? Предотвращение, дорожное происшествие, содействие. Участникам дорожного движения. В чем вы здесь конкретно этому участнику? Я вам, Макал, хотел посодействовать, но вы немножко... Чем вы посодействовали этому участнику дорожного движения? Чем? Вот человек ехал с ходовыми огнями. Вы, как эксперт, решили на свое усмотрение. Я никак не могу. Приняли решение. Я, по-другому, не могу это трактовать. Это фактические данные, которые я вижу... Я не могу это трактовать по-другому. Вы посмотрели на автомобиль, приняли решение, что ходовые огни не предусмотрены комплектации, вынесли постановление. Человек, согласно 260 пословия, отказался предоставлять любые доказательства своими... Я вам был обязан. Он не должен предоставлять доказательства. Не обязан. Вы имеете право. Он не должен предоставлять доказательства. Да вы меня не ознакомили даже с фактически со своими доказателями. Чем предусмотрено? Чем предусмотрено, что должен человек вам предоставлять фактические данные? Я не говорю должен, но он должен. Да вам не надо вообще это предоставлять! У вас есть фактически данные? На этот пост сюда можно приезжать в любой момент заставлять эту херню. Причина сутонькой вам появилась? Да. Наверху летает. Установлены дневные ходовые движения. Можно поставить ситуацию? Давайте с новой разгребем. Я же с вами не общаюсь, Вадим. Как я с вами общаюсь? Вы мне сначала представьте. Я вас оставлял, Александр. А что вы говорите? Как же это за бред? Я с вами сейчас говорю просто другую ситуацию. Пускай люди занимаются, не будем отвлекать. Слушайте, вы говорите, была ситуация в том числе за автобой. Вы спорили. А что он спорил? О том, что надо голову включить и заниматься ремонтом дороги, вместо того, что... Это шутка автодом занимается. Мы к этому пришли уже. Я вам объяснил, что пока вы на нитной стаде поставили не заставили. Это отдел БДСМ составляет. За него хоть отдел БДСМ. Главный результат. Пожалуйста. Вы сотрудник полиции. За автопоезд, да? Вы говорили, тогда вы кричали, что вы 100% права и все остальное. Это автопоезд был? Смотрите, есть судовый наказ. Я вам могу показать. Это автопоезд был? А, точно. Определение автопоезда. Вы читали? Да. А вы читали? Читали определение автопоезда? Они принесли. Я вам объясняю, что у полиции, у здравых людей должны быть приоритеты. Приоритеты на сегодняшний день. Приоритет. Что такое? Приоритеты. Приоритеты, по моему мнению, это не штрафовать водителя, который зарабатывает, собственно, трудом за три лампочки, которые не предусмотрены конструкцией. А вы здесь были изначально? Секундочку. Я закончу мысль. Вот вы сейчас, вы сейчас оштрафовали человека, вот он сидит, за то, что вот ДХО с включенными ДХО ехал, который, по вашему мнению, не предусмотрены конструкцией. Он поставил ДХО, вы его за это бахнули. Теперь, до этого вы остановили больший груз, у которого не было трех лампочек на голове. Да. Но и конструктивно там, наверное, я закончу. Их там нет. Если бы он их поставил, эти лампочки, его установили и все равно хахнули за то, что на конструктивно туда добавили. Где логика? Нету? Поставил плохо, не поставил плохо. При этом при всем, если бы не было проблем вокруг вас, я бы не задал вопросов. Оглянуться можно здесь куча. Здесь нету дороги правой волосы вообще. Водители не могут затормозиться. Не могут затормозиться. Вместо того, чтобы заняться этим вопросом, вы простых работяг из пальца высасываете эти нарушения и наказываете. И в чем логика приоритет полиции? Вы объясните. Да. Спасибо. Смотрите, Александр. Лично за мной. Вы хоть что-то подобное наблюдали? Лично. Да нет такого личного. Для меня полиция это единый орган. Я вас на личности, на персонале не различаю. Можно я скажу? Можно я скажу? Я вчера видел автомобиль на, к примеру, иностранной регистрации. И он ездил пьяный и сбил двух людей насмерть. Так что мне теперь ко всем таким водителям так относиться? Потому что для меня не в априоле водитель, а участник дорожного движения. Вы путаете понятия. Понимаете, каждый человек несет за свои действия сам. Вот не так. Вы путаете понятия. Вас слушайте. Я вас выслушал. Можно ясно? Я вам объясню. Вы нечестно. Я понимаю. Вы не можете по персоналу. У вас есть закон четко, которому вы руководствуетесь. Я понимаю. Ну давайте так. Хорошо. Если один человек сейчас возьмёт, допустим, какой-то дурак выставит. Это же не значит, что я дурак, который выставит. Хорошо. Вы не дурак. Хорошо. Вы не дурак. Объясните. Вы, как мне, не дурак. В чем логика ваших действий? То есть, а вооруженных, а вот перед вами не надо ходить. Вместе с аэропорта нужно сделать официальный зарпорт. Да не надо аэропорт, то надо результат. Вы понимаете, что такое результат? Ну вы хотите, чтобы я лично д Аэросварт hogy? Если вы видели. Вы хотите, чтобы я лично мне вас дла. Так давайте, я не пойду гражданин. Нет. Я по этому гражданин каждый раз... Каждый раз обahnей в знаки стоп. Которые здесь постоянно... Почему здесь к Вам не сдавался вопрос? Я вам уже... Пок �мальтns задühl하하я? Я вам хочу со своих налогов. Вы знаете мои налоги? Вы его служащие, вы имеете свою зарплату. А вы же кричали, что я оборотень в погоду. Вы же определитесь. Так вы это с ваших словами. Я сейчас не с вами общаюсь. Давайте вы не будете на меня волос влашать. Я лично, лично я. Это ни о чем дискуссия. Я вам объясняю. Лично вы, лично не вы. Мы говорим о том, что вы сотрудник полиции. Что было не позволяем. Так хорошо, давайте так. Мы вообще сейчас тупо закроем на глаза на всех нарушителей и будем заниматься дорогой. Правильно? Давайте сделаем дорогу. Давайте сделаем то, что реально сейчас. Давайте как бы заниматься работой. Нет, давайте вы как полиция. Еще раз объясним. Патрульная полиция, ее главная цель это безопасность дорожного движения. Я вам говорю, это главная цель патрульной полиции. Я говорю, вот та, которая на постах. Вот здесь вы находитесь. Ваша основная задача это безопасность дорожного движения. Я вам как? Дужин журнолюстый раз с другими говорю, что у вас здесь перед вашим носом наибеспечная длинка рухи. Я не инстаряю. Да, поэтому я вам говорю, что Данный водитель, который ехал с ДХО, который, по вашему мнению, конструктивно не был в этот автомобиль заводом изготовительного вложенный, не влияет никак на безопасность дорожного движения на этом участке. А вот эти знаки «стоп» и вот эта выкатанная дорога очень сильно влияют. И по моему мнению, конечно, обычного гражданина, не имеющему значения вообще в полиции, это важнее, чем штрафовать его за эти лампочки. Точно так же, как и деда вот этого с прицелом. Я вам предлагаю, учитывая, что мы с вами знаем, что знаки стоят непромерно, пойти их убрать. Вы можете, я вам говорю. А вы почему не можете? Мы возьмем в руки и просто поставим вот здесь по над стеночках возле вашего поста. Вот тут вот и все, никаких проблем, не будет вандализма, никто не будет ломать. И посмотрим, через сколько они в вашу же смену вернутся. В нашу мою. В мою же, да. В мою же, в вашу же смену. Пойдемте. И тогда люди уверены, что вы не словом от дела, потому что рассказывают, что мы все классные, мы все умеем. Мы все за справедливость, мы все за правду, но при этом водители у нас несут ответственность за какую-то ерунду, а знаки, которые реально разбили дорогу, это же факт, вот они разбили, это вот налицо результат. Мы убрать не можем. Это значит такое дорожное путь. Мы идем убирать или мы ищем причины, почему нет? Вместе идем убирать знак? Идем. Александр, Александр. Красиво, без всяких вандализмов, никто не будет переворачивать, просто взяли аккуратненько вдвоем, понесли, поставили, все, проблема решена. Чего бояться? Да я не боюсь, да, Александр. Ну а что, ну что, Александр, ну что, ну вы говорили, вы за справедливость. Что изменится от того, что эти знаки уберутся? Суть изменится, слова, те, которые вы говорите, будут подтверждены делом, а не просто так, что я сказал, я вот такой, я не такой, как все они. А что по факту? Я прекрасно понимаю, что эти знаки вернутся, я прекрасно понимаю, что надо бороться не с вас начинать. Но я люблю, хочу дать понять, что надо действовать и что-то менять, в том числе и выключить за этим в полицию. Мы же за этим приходили, не для того, чтобы стоять и мерзнуть. Так давайте. Хорошо. И я прощакую, а я наше руководство, потому что там все такие же лживые не будут. И пока вы не будете сами менять, ничего не поменяется. Хорошо. Вот и все. Одну минуту. Можно? Сейчас. Одну минуту. Я хочу просто в первую очередь, почему. Я сейчас уточню точно, во-первых, сняли ли блок-переход. Сейчас я уточню, хорошо. Ну, я же... Давайте. Ну, ситуация неизменна. Что сказать? Все то же самое, все точно так же. Никаких сдвигов у нас не будет. С тех пор, пока работают такие вот такие покемоны. Я честный, но я не совсем готов менять страну. Нет. А страну менять надо в любом случае, не дожидаться этого. Вроде сняли. Идемте. Томасе, да. Вот, покажите всем своим коллегам пример. Скажите, ребята. Хорошо, знаете как, по-человечески. Уже вроде многие люди идут. Я не спорю, говорю. Есть, вот особенно вот эти старые. Гэ, я этого даже не отрицал. Это ужас, это позор. Я лично говорю, я вот могу повторить, это позор. И мне стыдно это тоже. Я вам серьезно говорю. Листан, мне стыдно, да, что они как минимум страшные, старые. Но, давайте, чтобы и водители понимали. Вот, обращайтесь к водителям, они вас услышат. Когда есть планы, вы же тоже водите. Когда есть, введен, когда план перехват. Допустим, вводится, бывают такие ситуации. Причем часто, вы сами-то знаете, можете попросить даже статистику об угнанных восточных. Я не понимаю, зачем это тут. Я понимаю, зачем это на востоке страны. Я тут не понимаю, зачем это. Мне объясните, идиоту. Я не понимаю, зачем это долбаный флот. Нет, но я говорю за себя. Я идиот, не понимаю, зачем тут этот знак нужен, если он только убил дорогу. Здесь нет ни кооперации. Здесь ни хрена не происходит, кроме того, что кошмарит людей за какой-то бред. Слушайте, так поймите это. Оно ввозится, и наркотики, и оружие, это, блядь, не мешает ничего абсолютно. Вот этого, вот этого выкатанного. Ну хоть как-то успеваем просмотреть. Да ну, слушайте, ну... Хоть как-то сейчас... Да вы не сострой орган, вы должны понимать, что вы не СБУ, вы не состроили. Вы дорожное движение, вы дорожное движение. Смотрите, тем не менее, вы должны, ну, если видели в том числе, уже не от того, как бы мы потеряли. Я согласен. Вы первые, кто на это все приезжает. Первый, извините, если будут везти оружие, есть тут розыск, нет, первый, извините, получу пули я. Не розыск, не СБУ, никто. Они уже потом приедут, извините, как была ситуация там вот возле моего дома. Извините, когда, типа, ну хорошо хоть и подтвердилось, минер на Киевское, может, метро Киевское. Вы должны понять, вот правильно сказал в свое время Косенко. Он говорил, любой из нас может быть сексуальным маньяком. Это же не выражение, что надо к каждому струцу заглянуть. У нас есть, каждый день, на СИНУКИ. Но при этом в трусы никто не заглядывает, никому. Это же не есть, на СИНУКИ все. Давайте каждый останавливается и заглядывает. Что, полиция, что полиция не просто так. А это же уже коллеги ваши, ну, коллеги, там, товарищи, знакомые. Я не знаю, как это будет. Может, они кончат этот знак, коллеги мои. Что такие коллеги мои, я не знаю. Ну, я же говорю, коллеги, товарищи, там, по мыслам. Да теперь вы, мой товарищ, по мыслам. Мы с вами делаем теперь нормальное, наконец-то, дело. Наконец-то, для чего полиция создана и придумана. Я вас очень прошу, пожалуйста, если вот до вас можно достучаться, объясните, пожалуйста, коллегам, водители не... Дорога в тот день, как не было, была скорость. Ехать или они постановление от ДОСКОРа не хотят? А вы копию дали постановление? Нет. Он отказался. Я не отказался, я разговаривал с дежурным параделем. Вы копию, можно дать, чтобы он оскорил? Человек же по адресу придет, не дерьмо, просто. Человек просто, ему было предложено, мои коллеги. А в чем сейчас проблема копию дать? Ну, он отказался, а теперь мы уже отказали, что он отказался. Я разговаривал с дежурным параделем. Как такой отказался? Я вообще не понимаю. Ну, вот он сейчас здесь, он копию. В чем проблема дать копию, если она есть? Ну, она не придет по почте. Я допускаю, он обратится к инспектору, который... Я же его расстану. Вот он здесь, он говорит, он не отказывался. Я с дежурным параделем разговаривал, когда вы подошли. Сфотографируй, чтобы он мог написать. Зачем? Ну, ему придет она по почте, вы знаете. Ну, если не придет по почте. Мы знаем, как она по почте приходит, поэтому мы хотим узнать копию. Можно ли это тайна информации? Почему? Ну, он же отказался. Хорошо, сфотографируй, можно постановить? Я еще раз говорю, я не отказывался. Ну, потому что потом придет ему по почте и все. Он отказался, отказался. Все. От факта отказа нет. Как нет? Ну, есть факт. У меня на регистрозере все записано, что... Давайте с кем-то одни. Просто копию... А у вас двое было, когда меня качали? Сфотографировать можно? Стоило. Другое было, когда качали? Как качали вас? Сфотографировали. На рай. На рай. Можно сфотографировать? Пытались. В чем проблема? Номер постановления можно получить? Нет там электронно, там написано Просто я хочу просто взять, как вы дурака включаете мне само постановление не надо Мы и так найдем Дайте номер, хорошо, если можно Номер нет там написано электронно, я не знаю Вот это называется содействие водителя на дороге А где гарантия, что тот номер, который поставил Да никакой гарантии нет вообще Это содействие водителя на дороге У тебя регистратор там есть? Мне надо будет копия этого видео Нет, нет, я ничего не знаю Он отказался, он вообще ничего не хотел Документы пацан не показывал Ни от чего не отказывался Все, нет, все Мы составили, пусть в суд идет Зачем, зачем такое количество бездельников Я не понимаю Просто это кровопийцы какие-то на дороге Это ужас